Продолжаем изучать Python ООП на сайте spb-tut.ru Специально уделил этим простым вещам время, если уж рассматривать ООП, так рассматривать в полном объеме. Вообще, если честно сказать, я стараюсь рассматривать то, что упущено в ЛУЦА, то есть, когда приходит само понимание. Здесь мы, вот я часто говорю в курсе, для чего создан ООП, для взаимодействия между классами, между объектами, между методами, главное взаимодействие. В этом курсе мы полностью уже до конца разобрались с эльф, разобрались с аргументами, так как вижу в джанго люди путают, откуда эти аргументы, почему они берутся, как они указываются. Один, несколько аргументов. И разобрались с такой вещью, как создание просто ссылок на пустые объекты. То, что используется в Kiwi повсеместно. То, что выбивает программистов и си подобных языков. Но очень круто используется в Python. Есть ниже курс, код, посмотрите курс. Обратите внимание на рекомендации, где я часто повторяю, что есть такое изучить Python. Я думаю, все получится, так как Python ООП это архиважная вещь. Вот сейчас, например, когда начали рассматривать, ну не начали, а уже рассматриваем Kiwi. И вот заострю внимание, например, пришли к шагу, в данном случае к шагу 35, где начали переопределять. И тут оказалось, надо четкое понимание ООП. Потому что вот проблема рабовидного наследования звучит страшно. А на самом деле, в принципе, применение функции супер довольно просто. Вопрос в том, что применение, переопределение, это чистое знание ООП. Потому что писать код, потому что он так написан, вы знаете, нет куда хуже. Это ужасно, я на себе это испытал. При этом, обратите внимание, ООП ЛУЦ не дает. ЛУЦ дает технически, как справочник. Потому что, если бы он давал больше, то это был бы десятитомник. И уверен на 100%, что люди, которые прошли ООП ЛУЦ, так и не понимают, а в чем же смысл ООП. Потому что надо... Нет, то это... эти вещи есть у ЛУЦ. Например, вот эти принципы сами ООП, но они занимают по 10 строк, как без объяснений. Это такие, ну, совершенно разные вещи. То есть, как факт, оно и есть. Я говорю, что ЛУЦ рассчитывал больше книгу, как на справочник. И когда, допустим, в принципе, ты понимаешь ООП, тогда можно где-то посмотреть, но оно навряд ли уже нужно, лучше пользоваться справкой Python. Поэтому я пошел с этой стороны. Потому что, действительно, ну, вот как объяснить? Как объяснить код, когда, допустим, человек не понимает. Писать так, потому что так пишется? Да нет, это было бы глупо. Вот. Потому что, на самом деле, если... Вот я здесь объяснил. Ну, когда у вас есть понимание принципа ООП, ну, вообще-то, это уже мета-классы. Вот. Но вы четко понимаете, ага, супер, дробл-виджет, это родитель. И у вас в голове уже всплывает та же формула проблемы ромбовидного наследования. И у вас в голове вы четко понимаете, что в том же Киви важно не перепутать класс. Потому что на экране может быть много там разных фигур, и каждый относится к какому-то классу. Но приятнее, ребята, совершенно приятнее понимать. Именно с этой основы я и делаю вот этот курс объектно-ориентированного программирования, где просто мы работаем только с ООП. Объектно-ориентированным программированием. По шагам. Спокойно, но я уверен, что у вас будет вот эта вот радость от понимания, да, вот эти все вещи, когда поймете, дальше накручивайте, наворачивайте, но, по крайней мере, будет написание кода осмысленное. Найти сайт очень просто, spb-retout.ru Надо что сделать, купить доступ, нажать, получить логин и пароль. Успехов, спасибо.